Все знают Google. Если нужно что-то поискать в интернете, мы делаем это через Google. Уже даже укоренилось слово для этого действия, как гуглить. Поэтому Google – это самая популярная поисковая система на планете. Но не все знают, что Google входит в состав компании Alphabet. Alphabet – это такой конгломерат компаний, крупнейшим из которых является Google. А сам Google под собой объединяет такие сервисы, как Google Ads, Google Cloud, YouTube и другие. В этом видео мы с вами посмотрим, чем занимается компания и какие у нее финансовые показатели. А затем мы с вами рассчитаем справедливую цену за одну акцию компании и решим, стоит ли покупать акции Google сейчас. Всем привет! Меня зовут Ирнар и это канал про инвестиции, личные финансы и финансовую независимость. Если вам интересна данная тема, то подписывайтесь на канал. А также у меня есть инстаграм-страница, где я выкладываю тоже много чего полезного и интересного. Так что подписывайтесь и туда. Жду вас там. Как я и сказал, Google является крупнейшей компанией Alphabet и они его подразделяют на два сегмента – Google Services и Google Cloud. В Google сервисы входят рекламные услуги Google, Google Maps, Google Play, YouTube, а также продажа физических товаров, таких как ноутбуки и телефонный пиксель. Сегмент Google Cloud предлагает инфраструктуру для облачных вычислений и платформы для анализа данных, инструменты для совместной работы и другие услуги для корпоративных клиентов. Все, что не связано с Google, они относят к сегменту OtherBets. Там есть такие компании, как Waymo. Она, допустим, разрабатывает технологии для беспилотных автомобилей. Как вы видите на этой картинке, таких компаний у Alphabet немало. А для инвесторов за последние годы эта компания стала выгодным вложением денег и показала хорошую доходность, так как акции компании заметно выросли в цене. За прошлые 5 лет цена за акцию выросла с 801 доллара до 2960 долларов, то есть где-то на 269%, что в среднем в год дает примерно 30%. Теперь давайте пройдемся по финансовым показателям компании и посмотрим, все ли там хорошо. Рыночная капитализация Google сейчас составляет 1,96 трлн долларов. И он входит в состав биктехов наряду с Apple, Microsoft, Meta и Amazon. P&A компании за последние 5 лет составляет почти 51, а за последние 12 месяцев – 26. Эти значения показывают, сколько готов заплатить инвестор за 1 доллар прибыли данной компании. По сути, чем ниже это значение, тем вероятнее, что сделка для вас будет выгодной. Но есть и исключения. Следующий пункт в нашем списке – это Return on Invested Capital, RUIC, или же рентабельность инвестированного капитала. Он нам показывает, насколько компания эффективно использует привлеченные деньги для получения прибыли. Мы хотим, чтобы ее среднее значение за последние 5 лет было не меньше 9%. У Google он равен 13,3%. Получается, они отлично справляются с использованием привлеченных в бизнес деньгами. Дивидендов компания не платит, а свободный денежный поток за последние 5 лет в среднем составил 37,51 миллиардов долларов. А за последний год – 61 миллиард, почти в 2 раза больше. Дальше смотрим на динамику выручки компании. За последние 5 лет выручка выросла со 117 до 257 миллиардов долларов, то есть примерно на 120%. А за 10 лет выручка выросла с 50 миллиардов, что означает чуть более чем в 5 раз. В целом, хорошая динамика роста. Как вы могли заметить, за последний год выручка резко выросла, где-то на 41%. По словам компании, такой рост обусловливается востребованностью в сервисах Google и Google Cloud. А также они говорят, что на это повлиял и негативный эффект от пандемии в 2020 году. Из всей этой выручки на долю Google приходится 99,5%. А если смотреть в разрезе сегментов, то на долю рекламы приходится примерно 80% выручки компании, из которых 11% от рекламы с YouTube. Дальше посмотрим, как там дела с чистой прибылью у компании. За последние 5 лет прибыль выросла с 12 миллиардов до 76 миллиардов, более чем в 5 раз. А за 10 лет прибыль увеличилась в 7 раз, тогда он составлял всего 10,7 миллиардов долларов. Здесь тоже хороший рост. Следующий параметр в нашем чек-листе – это количество акций в обращении. Так как мы являемся владельцем кусочка компании, то мы не хотим, чтобы наш кусочек становился меньше. А такое может произойти, если компания решит выпускать все больше новых акций. У Google в 2017 году было в обращении 693 миллиона акций, а сейчас 662 миллиона. То есть они уменьшили их количество, выкупая свои акции обратно с фондового рынка. И это для нас хорошо. Далее смотрим на свободный денежный поток, или же Free Cash Flow. Это реальные свободные деньги, которые остаются у компании после всех трат на поддержание своего бизнеса. Те, кто давно уже на канале, знают, что эти деньги могут быть потрачены на обратный выкуп акций, выплату дивидендов, погашение долгов, реинвестирование в свой же бизнес, а также и поглощение других компаний. За последние 5 лет этот показатель увеличился с 23 миллиардов до 67 миллиардов долларов, то есть на 189 процентов, или более чем в 2 раза. А в 2012 году он составлял всего 13 миллиардов долларов. Это где-то в 5 раз меньше, чем сегодня. Среднее значение за последние 5 лет составило 37,5 миллиардов долларов. Теперь проверим долги компании. Это тоже немаловажный пункт, так как если сравнивать 2 похожие компании, то компания с меньшим долгом для нас будет более привлекательной, так как она более надежна, стабильна и с большей вероятностью переживет кризис на рынке. Сперва нам нужно умножить средний показатель денежного потока за последние 5 лет на 5, и это нам даст примерно 187 миллиардов долларов. И теперь мы хотим, чтобы их долгосрочные обязательства были меньше, чем эта цифра. А теперь давайте посмотрим. Сейчас их долгосрочные обязательства составляют 43 миллиарда долларов. То есть они могут погасить свои долги чуть больше, чем за год, если будут в среднем зарабатывать столько же денег, сколько и за последние 5 лет. Так что здесь проблем нет. С финансовыми показателями на этом все. Теперь давайте перейдем к главному. Постараемся высчитать справедливую цену за одну акцию Google. Для этого мы с вами сделаем предположение касательно дальнейшего роста компании. И основываясь на этих предположениях, постараемся высчитать стоимость. Так как мы будущего не знаем, то будем стараться делать по возможности консервативные предположения, чтобы в итоге не переплатить за компанию. Итак, выручка за последние 10 лет в среднем росла на 19,6% в год. За последние 5 лет на 23%. А за последний год она выросла на 41%. Теперь, как мы думаем, будет расти выручка следующие 5 лет? Google и так уже не маленькая компания. И стоит помнить, что чем больше компания и чем больше она зарабатывает, тем ей сложнее расти из года в год. Поэтому давайте допустим 3 возможных сценария. 10, 12 и 14% роста в год. К примеру, за последний год компания заработала 257 миллиардов долларов. Поэтому при среднем росте 14% в год в течение следующих 5 лет, мы предполагаем, что выручка увеличится почти в 2 раза и составит где-то 496 миллиардов. А при росте 10% в год – 414 миллиардов. Вроде бы нормальное значение для 5-летнего периода. Так что идем дальше. Маржу прибыли давайте возьмем 21, 22 и 23%. Наше самое высокое предположение примерно на одном уровне с тем, что они показывали в течение последних 10 лет. Маржу свободного денежного потока сделаем такой же. Для значения PNE возьмем 14, 16 и 18. Для денежного потока сделаем те же значения. А желаемую годовую доходность сделаем 12%, что немного выше, чем в среднем дает ETF на S&P 500. Так как инвестируя в отдельную акцию, мы берем на себя дополнительные риски. Поэтому, чтобы оправдать эти риски, мы хотим получать доходность больше, чем в среднем это делает рынок. На основе этих вводных мы с вами получаем следующие цифры. При наших самых высоких ожиданиях, справедливая цена за акцию Google на сегодня составляет 2197 долларов. То есть, если в течение следующих 5 лет выручка компании будет расти со скоростью 14% в год, то мы должны заплатить за акцию не больше этой суммы, чтобы иметь среднюю доходность 12% в год. При средних ожиданиях, как вы видите, справедливая цена падает до 1769 долларов. А при самых консервативных расчетах, цена за акцию составляет 1400 долларов. На сегодня одна акция Google стоит почти 3000 долларов. И если верить нашим расчетам, то она сейчас переоценена и стоит дорого. Возможно, мои расчеты для кого-то могут показаться слишком консервативными, но я бы хотел купить компанию тогда, когда ее цена будет совпадать или будет ниже моих консервативных ожиданий. Ведь чем больше запас безопасности или же margin of safety мы берем, тем меньше шанс потенциальных убытков. То есть, чем дешевле мы покупаем компанию, тем меньше становится вероятность, что она еще больше подешевеет. Такой принцип инвестирования дает нам дополнительную страховку и помогает снизить риски, связанные с фондовым рынком. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. А в комментариях напишите, что думаете насчет компании Google. А также не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать будущие супер классные ролики. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. С вами был Ярнар. Увидимся в следующем видео. Всем пока!